Здарова! На дворе лето и сейчас очень актуально жиреть. Летом, не зимой, а летом. Поэтому сейчас все аниматоры будут выпускать видео про то, как они жиреют. А мне кажется, просто совпадение такое получилось, понимаешь? Прикинь, вот ты сидишь, такой мультик отрисал, все я выкладываю. Тут бабам, два дня назад другого аниматора выходит такой же мультик на такую же тему, такой, блин, я хотел поднять первую эту тему. Такое, знаешь, ощущение. Кстати, у нас тоже вышел мультик, если вы вдруг не знаете, то вот здесь будет. А пока, поехали, смотри, язык, кто на. А чё, а чё вы все такие красивые, а? Нет, серьёзно, выхожу, значит, на пляж, слева от меня спортсмен, справа блогер. А я же. А блогер. А я же. А я человек хороший. Да. А ведь когда-то и мой торс мог привлечь не только холестериновые бляшки. Целых два раза. Первый был до школы, второй после армии. А потом я женился. Нет, вы не помните. Хорошая жена. Никто, кроме меня, не виноват, что я растолстел. Просто жена очень вкусно готовит. Ну вот. Я правильно всё сказал? А то сейчас... Поживи пока. Я ещё пирожков принесла. Понимаешь, жена. Конечно. Иногда может сработать отговорка про широкую кость, плохой метаболизм и гены. Но, согласитесь, трудно винить свои кости, когда твоё пузо уже до колен свисло. Я бы посмотрел на анатонию этого человека. До такого состояния я ещё не дожрался, но и свой пресс последний раз я видел примерно... Эм... Никогда. Но я не сдаюсь. Периодически, обычно это случается по понедельникам, во мне просыпается желание изменить свою жизнь. Начать правильно питаться, заниматься спортом, перестать поглядывать за парнями в раздел... Например, в последний раз, когда меня накрыло, я даже купил себе неплохую такую вешалку для одежды. Ну да, вешалки для одежды. Обычно запала хватает примерно недельки на две, пока я худею за счёт жидкости. Да. А чуть позже настает время жира, который уходит уже не так просто. Очень медленно. Ой, да пошло ну, Юль, тебе с чем пиццу заказывать? Всё. Две недели уже прошли? Ай, ну не начинай опять. Мне пепперони. Всё, пепперони. Ещё это пандемия, как назло. Только собрался заняться собой, как закрылись почти все спортивные организации. И открылись заставки пиццы. Бассейн иногда посещал, а теперь даже некуда сходить по маленькому. А может дома поживаться, попроседать? Шучу, шучу. Вообще, в моих отношениях с Пузом всё сложно. Вроде и хочу от него избавиться, но с другой стороны, он очень удобно подпирает планшеты. Да, да. Идеальная поставка. Но так было не всегда. Помню, во времена школьной жизни я сильно комплексовал из-за него. Стеснялся переодеваться на физре, боялся лишний раз выйти на пляж с голым торсом, и уж тем более демонстрировать это безобразие девчонкам. Сейчас стало попроще. Пришло понимание, что, как говорится, моё тело – моё дело. Но всё равно. Иногда я представляю, как буду выглядеть в водолазном костюме. И понимаю, что вообще не очень. Кстати, знаете вот этих людей, которые жрут и не толстеют? Да. Ненавижу. Ненавижу. Так вот, многие из них, кого я знаю, ещё и жалуются на это. Да. То есть, чё? Забирай моё тогда мне. Нет. Но на самом деле, по этому поводу, я тоже рассмотрела много видео, и это на самом деле большая проблема. Есть такие люди, у которых реально дефицит массы тела, и они очень сильно комплексуют, наоборот, потому что они слишком худые. И как раз, когда им говорят, ой, что ты жалуешься, радуйся, им ещё хуже от этого становится. Так что это такая очень острая и тонкая тема, между прочим. Просто немного обидно. Они жрут и не толстеют, а я толстею, даже когда не жру. При том, что я даже сладкое не люблю. Придя в какую-нибудь кафешку, максимум, что скажу себе, это один бургер. Двойной. И наггетсы. Колу 08. Но как от этого можно потолстеть? Ведь в комплекте идёт салат. А если серьёзно, я просто им завидую. Если, конечно, причиной их стройности не являются глисты. Но в лишнем весе есть и свои плюсы. Например, я имею полное моральное право называть жирных людей жирными. А если подписки зимой отключат отопление, я сразу стану самым популярным парнем в помещении. Потому что большой и тёплый. Но на самом деле это всё шуточки. Толстым быть стрёмно. И в первую очередь не из-за внешности, а из-за проблем со здоровьем. В будущем могут болеть суставы, мучить одышка. Да и чем больше ты становишься, тем труднее сердечку качать кровь по твоему организму. Давай, давай. Сука, да? Всё. Поэтому я решил всё. Хватит. Нужно что-то менять в своей жизни. Носки, например. То есть больше двигаться, меньше жрать. И помяните моё слово. Не пройдёт и года, как я сделаю мультик о том, что похудел и стал чувствовать себя прекрасно. Две недели. Пинцу привезли. Да. Пожалуй, начну с понедельника. Да. Замкнутый круг. Тема жизни, ну честно говоря, мне кажется, что это твой не такой уж и толстый. Я тоже. Он вообще не толстый. Я сидел, думал здесь в ролике, сидел и думал такой, блин, ну не толстый. Я видела его в инстаграме, он не толстый. Да, давай посмотрим. Вот, сверху есть аватарка. Аватарка только. Ну, а где тело? Ну. А, вот тело. Ну, тут чуть-чуть. Да? Ну, да. А тут? Да тоже чуть-чуть, наверное. Ну, не знаю. Он так рисовал, я же писал, там такой мамон свисает, что капец. Ну, я тоже. Может, фотки просто старые? Я не знаю. Подожди, такое пузо не может так подпираться в планшет. Такое пузо, оно просто круглое. Оно не может складываться в складочку, чтобы делать прекрасную выемку для планшета. Ну, да. Значит, он ещё толстый сейчас стал. Не знаю, мне кажется, Закатун слишком самокритичен к себе. Но, на самом деле, мне кажется, с другой стороны, это прикольно. Так как бы ты смеешься над собой, гипертрофируешь какие-то, может быть, свои недостатки. Хотя нет недостатков, скорее просто прикалываешься над собой. Мне кажется, самое главное, иметь чувство юмора и уметь посмеяться над собой. А то, что жир реально вреден, это очень вреден. Да, во мне ещё для здоровья, да, это самое плохое. Да, как бы избавляться нужно. Да, это очень сложно, потому что очень много вкусной еды. И не бывает такого, что пьёшь воду и толстеешь. Нет, значит, ты кроме воды что-то ещё ешь. Я так думала тоже, что вроде ничего не ем. А я могу что-то, что хочешь есть. Ну, у тебя чуть-чуть только пузико выросло. Ты вроде хаваешь и хаваешь и хаваешь и хаваешь и ни хрена не толстеешь. Вот демон какой-то. С кем ты контракт заключил кровью? Это иена. Это иена твоя, блин. Не знаю. Я думаю, тоже есть такие люди, как я, которые вот реально что-то посидят, сидят, сидят. И всё, и толстый капец вообще. И обмен вещаться отвратительный. А всё, что просто, всё, что нужно сделать. Вот худым, знаешь, ему надо стараться, ему надо столько наедать, ему надо столько денег. Да. А главное просто что, рот закрыть и всё. Нет, надо идти к психологу, к психиатру, чтобы лечить пищевую зависимость. Нужно лечить пищевую зависимость, понимаешь, это психологическая проблема. Это зависимость от еды, это эмоциональный голод, ты ничего не понимаешь. Наручники надела и посидела. Наручники? Куда наручники надела? Можно вообще-то ртом просто есть, вот такой вот гусеничка в холодильник заползать, понимаешь? Сложная тема, очень такая дискуссионная. Пишите о том, как вы относитесь вообще к толстым людям. Может быть, у вас какие-то есть тоже нюансы с этим делом, и как вы там с ним боретесь, не боретесь. Нам интересно, будут почитать, потому что для меня эта тема вообще актуальна очень сильно, как по мне видно. И спасибо, что были вместе с нами, посмотрели вместе с нами этот видосик. Оставайтесь с нами, и смотрите мультик, конечно, наш. Угу. Пока! Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай ещё это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор. Сложный выбор. Сложный выбор. Сложный выбор. Сложный выбор.